Мы говорили об этом, и мы будем об этом говорить, но сейчас ситуация изменилась. Год, полтора года назад, можно было думать о том, что можно будет выпрашивать что-то, уговаривать, что нужно будет мобилизовать профессиональное сообщество для того, чтобы как-то объяснить начальству разрушительность, проводимых, говорим, реформ. Но сегодня совершенно очевидно даже для тех, кто еще год назад сомневался, что это сознательный, последовательный, целенаправленный курс на разрушение системы образования. По крайней мере на разрушение той системы образования, которая была создана как общедоступная, как бесплатная, как в сущности своей демократичная. Это очень странно и забавно, но по-своему закономерно, что власть, которая продолжает говорить о том, что она вроде бы поддерживает демократических принципов, на уровне общества, на уровне общественных интересов, на уровне повседневности, уничтожает базис, основу для вообще-то существования демократии. Не менее поразительно, но не менее закономерно, что значительная часть либеральной оппозиции, которая против этой власти выступает, и которая говорит о демократии, свободных и честных выборах и так далее, абсолютно без различных уничтожений образования. Когда были многочисленные митинги, когда выходили тысячи и тысячи людей на улице, оппозиция, официальная либеральная оппозиция не хотела об этом говорить, не хотела допрощать ключевой вопрос. Потому что по существу между оппозицией и властью, к сожалению, большой разницы здесь нет. Но это говорит о очень страшном. Это говорит о том, что демократия, по большому счету, не нужна никому, кроме нас самих, кроме граждан этой страны, кроме тех, кто составляет основу и повышенной России. Потому что именно сами мы, граждане, люди, которые работают, люди, которые учатся, люди, которые учат, мы заинтересованы в спасении и сохранении системы образования. Это наше будущее, это будущее страны, и это единственное основание для демократии. Без образования нет демократии, без образования нет свободы. И все разговоры о том, что будут честные выборы, ничего не стоят, если будет проведена эта реформа образования, и если мы превратимся в нацию дебилов. Потому что нация дебилов не может быть свободной. Мы должны остановить эту систему. Мы должны сломать эту реформу, потому что мы хотим свободной демократической России. И поэтому мы должны организовываться сейчас, не только на этих местах, мы должны организовываться в каждой школе, в каждом вузе, там, где мы работаем. А там, где мы встречаемся с коллегами, там, где мы встречаемся с другими родителями на родительских собраниях, Мы должны сделать все возможное, чтобы борьба прикинулась в каждый вуз. Мы уже видим, что это происходит. Это происходит в МГУ, это происходит в РГБУ, это происходит в других местах. Это сейчас начинает происходить в регионах. Мы должны поднять эту волну, потому что настоящая борьба за демократию – это именно то, что мы сделаем здесь и сейчас. Спасибо. Спасибо.